Последняя сессия на сегодняшний день. Немного с вами пообщаемся на тему прощения. Что такое прощение в библейском понимании? Мы сказали о том, что это уже что-то неправильное. Мы сказали о том, что прощение уже что-то неправильное. Спасибо. Нас будет интересовать, что такое прощение. Во-первых, нас будет интересовать, если мы поймем прощение в аспекте между людьми. Это одна часть. Вторая часть, когда мы будем смотреть на прощение в аспекте между человеком и Творцом. Богом. Значит, нас будет интересовать, судя по всему, два аспекта прощения. Итак, первый аспект прощения, который нас очень часто интересует, это прощение между людьми. Что это такое? Что стоит за моим прощением? Что стоит за моим прощением? В отношении между людьми прощение – это отказ от своих прав. Причем при том, что эти права могут быть законными и справедливыми. Простить – это значит не поступать в будущем, основываясь на событиях, произошедших в прошлом. Простить – это значит не поступать в будущем, на событиях, которые произошли в прошлом. Очень важный момент. Прощение – что это? Это эмоции? Не прощение – это эмоции? Прощение – это решение. Решение. А не прощение? Эмоции. А не прощение – это эмоции? Это тоже решение. Вот некоторые говорят, что это решение. Да, ну тогда не знаю. Тогда не знаю. Что? А как потом отвечать на экзамене? Не. У нас такое не проходит по конкурсу. Итак, прощение – это решение? А не прощение – это эмоции? Решение. Человек решает – простите или не прощите. Окей. Решение обязается или не обязается. Меня пока интересует область эмоций, моей души. Скажите, пожалуйста. вот эмоции согласен я совсем соглашаюсь хотите решение согласен хотите эмоции согласен скажите мне пожалуйста вот вы мне взяли 10 гривен это гипотетическая ситуация я не утверждаю что вы взяли и так просто в общем а вдруг и не отдали они мне были очень нужны я же сам дал я сам дал без процентов что особенно меня удручает зато по западе и так дал отдай что должен это хорошо тогда мне нравится но у меня сейчас не а вы мне не вернули и вот ну я понимаю что ну как бы какое-то чувство у меня в душе когда я вижу вас возникает некое чувство дискомфорта скажем так и я вот жду я терпеливо жду а при этом чувство у меня что делает чувство растет я жду она растет и в конечном итоге когда я уже ну доросло я прихожу ну вот было бы неплохо был спасибо это году вот это меня как раз все время и тревожило так вот вы еще к тому что не дадите с попросили же наверно у меня прощения а я же должен соответствующим образом что сделать простить о я как настоящий христианин всю волю взял в кулак просто зажал ее и простил сказал прощаю уже не ожидаю же понял я до этого уже все понял я уже понял все относительно моих денег до того как я пришел я уже я это уже я ожидал вот этого я уже дождался все уже самое страшное произошло и я значит ну сказал прощаю с барского плеча ну куда деваться все равно же написано прощать так что куда ну и собственно говоря а чувство осталось так я простил или нет так нет да конечно и не бросил это процесс еще прощу а если никогда не придут заставят а заставят а если не оставили то не простил я говорю главное поступить по заповеди а я спрашиваю не не как главное поступить а вот свидетельство ли того что я простил или не простил мои эмоции ну на самом деле понятно что существует два мнения в этой аудитории окей нормально ты прав закон на твоей стороне и с тобой поступают несправедливо и решаешь прощать но все равно все равно остается внутри это боль я думаю что это надо время самое главное решение это сделать но это время это процесс процесс чтобы эта боль ушла вот но так она не уйдет только с помощью бога когда просишь у бога чтобы господь помог тебе простить я понял принято значит смотрите что для меня является важным я знаю что правильный ответ иисус это я хорошо знаю и мои хорошие я знаю о том как правильно нужно делать можно узнать первую половину этой фразы это вторая половина потом просто потренируйте а вот там есть некоторые условия потому что тут эта фраза как-то без условия прозвучало поэтому меня заинтересовало восьмая глава иванная ты она может там есть все время все все какие-то условия мы условия теряем так вот я знаю о чем мы говорим и поверьте знаю не понаслышке вторую часть на основании своих эмоций люди судят о искренности своего прощения и потом еще и еще и еще и еще и еще каются и просят прощение осуждают себя за непрощение только на основании своих эмоций не на основании своих решений не на основании своих решений не на основании своих поступков а на основании своих эмоций и это поверьте мне огромная проблема внутри человека возникающая из-за неправильного понимания он себя убеждает он молится он молится искренне долго о том чтобы бог исцелил его эмоции они почему-то не исцеляются потому что эмоции это область души то что касается области души как правило требует определенного времени иногда иногда бог может сделать сверхъестественным образом чудо сразу что иногда бог может сверхъестественным образом сделать чудо в наших эмоциях сразу но прощение или не прощение прежде всего это поступок если вы не вернули я простил эмоций нету у нас с вами все мир дружба жвачка шоколад все хорошо приходит ко мне другой человек и говорит слушай дай 10 гривен в прошлый раз я уже дал причем у меня хорошие эмоции и по отношению к вам и по отношению к нему но денег я ему не дам о чем это говорит мирская душевная бесовская мудрость такая бесовская это мудрость бесовская на самом деле то что мы называем житейским опытом это бесовская мудрость это такой мудрость и учат бесы правда заключается в том что мы не знаем кому давать как давать почему давать или почему не давать не все равно давать еще раз повторяю правда заключается в том что мы не знаем кому давать кому не давать сколько давать и как давать и как не давать А Тор этому учит. А мы этого не знаем. Поэтому даем кому попадя, попадаем потом в неприятности и потом очень сильно жалеем. И не даем тогда, когда нужно дать. Но меня интересует. У меня эмоции и с вами хороши, и с ним хороши. С эмоциями у меня все нормально. Только денег не дам. О чем свидетельствует? О непрощении. На самом деле прощение не поступать в будущем, основываясь на прошлых поступках. Если я в будущем поступил, основываясь на своем прошлом опыте, то это говорит о чем? О непрощении. При этом какие тут эмоции? Вот такие. Денег-то я не дам второй раз. Чего мне грустить? Я простил освободился, поэтому денег не дам. Чтобы потом не было больно. Правильно. Один раз я прошел эту дорогу, второй раз никогда. Итак, относительно денег, как правило, это такой животрепещущий вопрос. Второй законе. 15 глава. Законе 15 глава, 7 стиха. «И если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которых Господь Бог дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей перед нищим братом твоим, но открой руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается». Здесь есть требования, предъявляемые к просящему. «Нищий брат живет где? Рядом. Это человек, которого я знаю, который является братом и исполняет закон. В противном случае, если бы он не исполнял закон, он был бы моим братом? Нет. То есть к нищему есть целый ряд требований. Он должен быть братом. в одном из жилищ моих. Я его должен знать. Он должен исполнять закон. Все здесь хорошо. Дальше говорится мне, что вопрос касается моей руки, моего сердца. Если я сжимаю руку, это свидетельствует о состоянии моего сердца». Там так написано? Да. «Не ожесточи сердце и не сожми руки. Если рука сжата, то сердце какое? Если рука сжата, не факт, что сердце мягкое, но уже дело легче. Если рука сжата, то уже совсем плохо. А если, ну, как бы, именно сжал, то уже полдела. Хоть с рукой все нормально. С сердцем еще неизвестно, но хоть с рукой-то нормально. Хоть и остальные не видят ничего. Итак, смотря по его нужде, ты должен дать столько, сколько он просит? Нет. По нужде. А откуда я знаю нужду? Нужно исследовать. О, уже есть. Нужно исследовать. процесс, который я должен совершить. Я должен исследовать. Я должен это знать. И потом я должен стать кем? Судьей его нужды. Оказывается, не дать 10 гривен. А зачем? И это непростое любопытство. Не скажу. Не дам. Это непростое любопытство. Это я хочу знать твою нужду и хочу быть ответом, если сочту твою нужду нуждой, хочу быть ответом для твоей нужды в той мере и в той части, как я смогу. И здесь вопрос. Можем ли мы быть ответом для нужды этого человека? Всегда? Всегда. Расскажу вам историю про Рва Толстого. Один нищий подошел к нему и попросил у него денег. А денег у него с собой не было. И вы знаете, что сделал? Он обнял его и начал плакать и просить у него прощения. За то, что он не может дать ему денег. И нищий успокаивал его и говорил, ты дал мне больше всех. Всегда? Мы сострадать можем всегда. Принимать мы можем всегда. Молиться мы можем всегда. Это та часть, которую мы можем дать всегда. Мы не всегда можем иметь материальное выражение ответа на эту нужду, но принять этого человека, сострадать ему в этой нужде, молиться с ним о решении его проблемы. Мы можем всегда. Понятно, да? Просто в нашей голове мы всегда стараемся уйти в материальную часть. А здесь есть еще духовная часть этой проблемы, которая побольше бывает, чем материальная часть. Поэтому мы можем быть такими людьми, которые всегда могут отвечать состраданию, любовью, принятием. И если Бог милостивый у нас есть что-то, мы богаты на всякое доброе дело, мы можем решить это, мы можем дать. И ответ может быть в нашем труде, в нашем времени. Это тоже ответ. Мы можем что-то сделать, этому человеку. Помочь в чем-то. Человек просит деньги сделать ремонт. Мы говорим, слушай, у меня нет денег, но я могу прийти там поклеить обои, покрасить что-то, еще что-то сделать. И я отдал деньги, но я помог ему в нужде. Человек приходит, говорит, слушай, мне надо нанять грузчиков, перевезти мебель, надо денег. Нет у меня денег, но я могу быть тем грузчиком? Мы реализовались, переехали, перевезли. То есть есть части, которые не всегда требуют от нас материальных затрат. Но есть части, которые всегда будут требовать от нас времени, нашего душевного тепла, сострадания, каких-то вещей, слова, молитвы. Эти части никуда не денутся. Не на тебе деньги, иди, я потом приду за ними. Иногда мы так решаем. На тебе деньги, и я потом приду за ними. Я ответил на нужду. Это не то. Здесь говорится о некоторых других вещах. Ты должен стать судьей чужой нужды. Иногда суд такой, что не надо тебе. Вопрос не в деньгах, вопрос в состоянии твоей души, вопрос в состоянии твоего греха, вопрос в каких-то таких вещах. И тебе нужно покаяться, а не взять у меня денег. Понятно, да? То есть, ответ на нужду, он может быть очень разным. Иногда это не дать, это тоже ответить на нужду. А иногда это дать больше, чем просят, это тоже ответить на нужду. Очень возможны варианты на тему, да? Берегись, чтобы не вошла в сердце твоя беззаконная мысль, приближается седьмой год, год прощения. В Синайском завете непрощение названо как? Беззаконим. В Синайском завете непрощение названо беззаконим. Уже тогда непрощение было беззаконим. Что говорить сейчас, уже не знаю. на сегодняшний день, я за рамки второзакония пятнадцатой главы, седьмого по десятый стих, пока я выходить не буду. На сегодняшний день мы часто слышим, а я не прощу. А почему я должен прощать? В Синайском законе мысль, мысль о непрощении названа беззаконной. она не имела права в сердце человека уже в то время на существование. Это было беззаконим. Да? Чтобы от того глаз твой не сделался немилостивым. Глаза тоже оказывается имеют значение. Не только рука и сердце. И ты не отказал ему, ибо он возопьет на тебя к Господу и будет на тебе грех. Дай ему взаймы. Когда будешь давать, не должно скорбеть сердце твое. То есть, если все удачно срослось, рука разжалась, глаз был милостивым, сердце вроде как бы мягкое почти, то оно еще после всего не должно скорбеть. Значит, надо давать столько, чтобы оно не скорбело. А? Меньше. Чтобы не было жалко за бесцельно прожитые годы. А то же добро непосиленно нажитое тяжелым трудом уплывает неизвестно кому. Не должно скорбеть сердце твое, потому что Бог заодно объясняет, почему оно не должно скорбеть. Потому что за то благословит тебя во всех делах рук твоих, во всем, что будешь делать твоими руками. Бог говорит, что для тебя важнее, мое благословение или то, что ты отдал? Что для тебя больше, то, что я тебя благословлю или то, что ты потерял? и ответ находится в твоем сердце. Если оно скорбит, то для тебя больше то, что ты отдал. Еще не факт, еще могут вернуть, может быть. Еще могут вернуть, может такое случиться. Чудо просто, чудо. Они взяли и вернули. Понятно? Итак, прощение отказ от своих прав, даже если они справедливы, даже если они соответствуют всем нормам закона. Вы от них осознанно отказываетесь. При всем при этом, мои хорошие, очень важно понимать, что право собственности вы не теряете. Прощение это не переход права собственности. Это отказ от своих прав. Требовать. Вы лишаетесь права требовать, потому что Бог говорит, я тебе верну. Если бы оно перестало быть твоим, зачем Богу возвращать? Но если Бог говорит, я тебе верну, то значит это остается чьим? Твоим. Моим, моим, моим. Он мне возвращает чье? Мое. Он говорит, я воздам, я отдам. Дающий взаимы бедному дает взаимы Господу, и он воздаст, он отдаст. Он отдаст. Значит, оно мое мое прощение мое прощение прощение не освобождает перед ответственностью другого человека, перед государством, если законы государства он нарушил. То есть, если ко мне приходит человек и говорит, послушай, я согрешил против тебя, я говорю, прощаю, но государство при этом абсолютно спокойно может осудить его за этот поступок и посудить в тюрьму. Это не моя часть. Моя часть простить. Моя часть простить от своего имени. И мое прощение не обозначает, что все люди, которые задействованы в этом, автоматически тоже простили. То есть, мое прощение не освобождает этого человека от ответственности перед другими людьми. Следующая часть. Прощение не освобождает от взятых на себя обязательств, если человек их может выполнить. Очень важная часть. Иногда прощение воспринимается как подарок. В соответствии с синайским законом при наступлении года Шмиты, года прощения, тот, кто дал деньги, взаимодавец, лишался права требовать деньги, но тот, кто был должен, не лишался права отдать. Еще раз, только медленно. тот, кто был должен, не лишался права отдать. У людей есть такие взаимоотношения, когда они имеют ответственность перед Богом, и друг перед другом. Это понятно, да? При наступлении года прощения один из людей терялся свое право, а второй он имел право отдать. Никаких проблем. И если я лишился своего права, Бог говорит, а я тебе отдам. Не переживай. я тебе отдам. Но вот этот становился должником. Если он имел возможность выполнить, у него с Богом свои взаимоотношения. Если не имел возможности выполнить, Бог говорит, окей, начинай с чистого листа. Но если такой человек зло употреблял вот этим, как вы думаете, у него взаимоотношения с Богом были все нормально? Понятно, да? То есть я лишался части своих прав, но этот человек имел возможность отдать, мог отдавать. еще раз, если я могу их выполнить, это не обязанность, это право, я имею право отдать. Не знаю, мне не нравится просто слово. Вы можете отдать, но можете не отдавать, если не боитесь. Почему? Потому что, скажем так, слова должен, обязан, хорошие слова, хорошее слово, но право мне нравится больше. Понятно, чем идет вещь? Потому что мы, когда находимся под словами должен и обязан, это все-таки как бы закон. Да? И когда мы говорим о нашем праве, это выбор. По закону вообще об этом парне ничего не говорилось. говорилось вот здесь, в этой части. В соответствии с законом, нигде он не обязан был отдавать. В год шмиты наступало прощение, и его прощали. С него не требовали. И нигде не было оговорено ничего. Поэтому на основании чего мы можем говорить должен. вот здесь были взаимоотношения. Понятно, да? И по большому счету для любого человека лучше, чтобы отдача пришла отсюда. Для любого человека лучше, если он понимает, что он приобретает благословение, лучше, чтобы отдача пришла вот отсюда, чем отсюда. Поэтому у него есть право. Ну, я так думаю. Возможно, но вариант долг тоже правильный ответ. Долг, обязанность. Но право у него есть не отдавать. Есть право отдать. Может быть. Возможности желания получить прощение. прощение любопытная вещь. И каждый из нас он мечтал получить прощение. Или есть здесь исключение? Есть здесь исключение из правил? Есть здесь те, которые не хотели бы получить прощение? Все таки есть, да? нету. Вопрос переживаний наших поступков. И непрощение это тюрьма, в которой живет человек. Непрощение это тюрьма, в которой живет человек. Когда мы совершали какие-то поступки по отношению к другому человеку, который был для нас дорог и близок, и мы разрушали взаимоотношения с этим человеком, да, то, о чем мы мечтали в то время, когда мы жили в непрощении. Мы фантазировали, мы мечтали о чем-то. О чем мы мечтали? О будущем или о прошлом? О будущем? О чем мы мечтали? Мы говорим о будущем или о прошлом? Сожаление, мечтание, как хорошо было бы, если бы я этого не сказал? Как хорошо было бы, если бы я этого не сделал? Как хорошо было бы, Если бы вот он поступил так, а в ответ я поступил не вот так, а по-другому, что я готов отдать за то, чтобы того не произошло? Это мечтание о прошлом? О прошлом. Человек понимает бесплодность этих мечтаний. Это бесплодные мечтания. Как хорошо было бы, если бы этого не произошло. Родное, но это уже произошло. Что я готов отдать сегодня, чтобы этого не было? Бесполезно это уже было. Все уже было. Ты уже все сказал, все сделал, все уже произошло. Сколько бы ты сегодня не мечтал, прошлое при этом останется прошлым. Теория управления говорит, что можно управлять всем, кроме прошлого. Всеми процессами в этой жизни можно управлять. Прошлым невозможно управлять. Невозможно. Ну, для Бога можно, конечно, поменять и прошлое. Для него нет вопросов. Но для нас, для человека, бесплодность изменить прошлое. Бесплодность мечтаний изменить прошлое. И сколько раз мы хотели изменить это прошлое и начать жизнь как бы с чистого листа. Как бы сначала. И сколько им это удалось? Нисколько. И мне удалось лично. Я покаялся. Я разрываю цепь причинно-следственных, причинно-следственности, связи, да. Что вы хотели отставить? Ну, если я не говорю о покаянии. Если находиться просто в этом состоянии, то, конечно, никаких плодов не будет. То, что произошло, то оно и произошло. Но в этом состоянии человек может находиться. Я думаю, что по глупости своей. Правда заключается в том, что многие люди живут в плену бесплодных мечтаний о прошлом. И те люди, которые их не простили, посадили их в эту темницу. Они сели туда не сами. Еще раз. Эти люди, они сели туда не сами. Потому что многое может произойти в нашей жизни. И мы приходим и говорим, прости. Если другой человек прощает, то мы не живем старыми переживаниями. Мы не живем старой болью. Мы не живем старыми обидами. Старыми огорчениями. Каждый раз вспоминая и переживая их снова и снова. Послушайте, когда мы начинаем мечтать о прошлом, мы переживаем эти события снова и снова и снова и снова. Мы начинаем теребить вот эти вот раны, которые были у нас. Иногда это длится десятилетиями. Иногда этих людей уже нет рядом с нами. Иногда эти люди умерли. Но мы по-прежнему переживаем эти события, вспоминая и мечтая о том, как было бы хорошо, если бы этого не было. И это фантастика, когда человек встанет себя в темницу прошлого, когда его мечтания направлены назад в прошлое, а живет он даже не будущим, не настоящим, он живет в прошлом. Послушайте, весь наш народ, который не принял Ешуа, он живет в прошлом. Он живет мечтаниями о прошлом. Посмотрите на всю историю еврейского народа. Почему? Почему в нашей жизни произошло это? Почему Всевышний допустил разрешение храма? Что мы должны сделать, чтобы изменить? Что мы должны изменить? Давайте мы поймем смысл, причину того, что в нашей жизни произошло. Из-за чего? И мы исправимся, и мы вернемся куда? В прошлое. Мы вернемся к тому состоянию, когда храм будет восстановлен, когда жертвы начнут приноситься. Мы вернемся куда? В прошлое. Ведь на сегодняшнего дня люди ищут ответ. Бог разрушил тот путь. Он упразднил тот путь. Он дал новый путь. Уже есть новый путь. Уже можно приходить по новому пути. Но часть, кто отверг этот путь, живут тем, что они пытаются каким-то образом воссоздать старый путь, на который никогда невозможно будет встать. Даже если восстановить храм, даже если научить этих мальчиков священников, даже если принести пепелорожительницы, которые есть на сегодняшний день, даже если все воссоздать в точности на том месте, все сделать, к Богу приблизиться нельзя. Сделать можно, а приблизиться нет. Потому что пути этого нет уже. Поэтому их все мечтания, их все старания, они направлены в прошлое. Мечтать о прошлом – это просто ужас. Мечтать о прошлом – это ужас. Не мечтать о будущем, не мечтать о том, что будет с нами, а Бог приходит в нашу жизнь и говорит, я вам даю будущность и надежду. Надежда направлена куда? В будущее. Он говорит, я вам даю будущность, я даю вам будущее, я даю вам надежду. Я направляю вас вперед. Вы движетесь вперед, вы движетесь в небо, вы движетесь в вечность. У вас есть обитель на небесах, куда Он ушел и вернется за нами, чтобы мы были там, где Он. Он дает будущность и надежду. Он дарит нам планы, жизнь вечную. Он устремляет нас в небеса. А здесь мечтание о том, чтобы восстановить то, что было разрушено 2000 лет назад. Здесь мечтание о прошлом. И это катастрофа. Бесплодность мечтания о прошлом. Бесплодность мечтания о прошлом. Мечтания о прошлом никогда ничего не дадут. Прошлое изменить для человека невозможно. И здесь существует только один путь. Путь покаяния. Путь швы. И когда народ слышал то, что мы читали в Неме 8 главе, народ слышал, но начал плакать, священники пришли и говорят, послушайте, есть будущность, есть надежда, есть дорога от швы. Вы можете встать на этот путь. Вы можете изменить свою жизнь. Вы можете начать жить с чистого листа. История прощения, история покаяния – это возможность начать жизнь с чистого листа. Это мечта, недоступная многим людям. Когда я услышал Евангелие, для меня это было невероятной сказкой. Бог меня простит. Ребята, вы не знаете, что я сделал. Вы не знаете, что я сделал, когда вы говорите о прощении. А мне говорят, послушай, он может простить любой твой грех. У тебя есть возможность изменить свою жизнь, начать ее с чистого листа. Любой он. Невероятно. История покаяния – история невероятного, сверхъестественного чуда. Бог говорит, я дам тебе возможность начать сначала. Я дам возможность начать жизнь так, как будто бы этого не было. Я не буду вспоминать. Я не буду поступать с тобой, так как ты этого заслужил. Я не буду к тебе применять того, что я могу применить, что я должен применить по закону. Милость превозносится над судом. И я поступлю по отношению к тебе милостиво. Я дам тебе милость начать все сначала. Вау. Это неприятная новость. И это та новость, которая звучала на рожка шина. Ты можешь начать сначала. Ты можешь войти в Новый год как бы с чистого листа. Это не значит, что у Бога началась амнезия. Что у него тут же, как ты покаялся, плохо с памятью. Ну, то есть раз и все, память отшибла. Главное, что ты просто произнес. Каюсь, каюсь, отрекаюсь. Нет, Бог помнит. Он не поступает с тобой так, как ты этого заслужил. Он не поступает с тобой по закону. Он дает тебе новый шанс. Он дает тебе дорогу чувы. Дорогу. Можете написать большими словами. Дорога. Путь. Потому что иногда мы нивелируем в своей голове покаяние до простого исповедания. Все, все, я покался, все. Теперь все хорошо. Нет, это путь. И мы сейчас будем говорить о днях трепета, как о части пути к искуплению. Мы будем говорить, но это уже очевидно завтра, о днях трепета, как о части пути к искуплению. И все, что мы говорили сегодня, это простые вещи. Идея Йом Труа или идея Рош Хашина. Идея греха и наказания. Идея прощения. Возможности получить прощение. Послушайте, невероятное чудо в самой возможности получить это прощение. Для многих людей невозможно получить этого. Но для нас, призванных, возможно. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Будем живы. Завтра увидимся. Прошу.